В самую первую очередь хотелось бы сказать о том, что поведение родителей напрямую влияет на ребенка, поэтому именно ребенка воспитывать не следует. Следует в первую очередь воспитать себя. Ребенок берет пример с родителей. Если ребенку постоянно говорить о том, что курение вредно и при нем каждый день сидеть и курить, то он потеряется и не будет понимать, почему этого делать нельзя, ведь родители – это прямой пример, и пример они показывают абсолютно другой. Также мама для ребенка является миром защиты, тепла, а папа, в свою очередь, в взаимодействии с окружающим миром. Даже если родители считают, что они много проводят времени с ребенком, общаются с ним, Чересчур большая опека над ребенком приводит к тому, что во взрослой жизни ребенок не может контролировать самостоятельно свою жизнь и решать какие-то проблемы сам. Если в случаях, когда родители постоянно критикуют ребенка, постоянно им недовольны, он также не сможет вырасти успешным человеком, потому что свою самооценку с самого детства он будет занижать. Для нас тема очень актуальна, потому что у нас трое детей – Вероника средняя, два сына, старший и младший. Поэтому хотели бы рассказать, поделиться нашим опытом о том, как наше поведение влияет на поведение наших детей. Первое, что важно, это поведение родителей в доме. В частности, немалое значение имеет, если, скажем, мама или папа стоят там перед зеркалом на кухне и обсуждают что-то. Дети это видят, слышат и пытаются воспроизвести, спроецировать это поведение на себя. Скажем, мама в зеркале сказала, вот у меня там некрасивая прическа. Соответственно, дочка подошла к зеркалу и тоже сказала, вот у меня тоже некрасивая прическа. Папа вечером пришел с работы, на работе нервы пришел, эти нервы вылил там в семью как-то. Дети это все увидели. Соответственно, это же поведение детей можно увидеть на площадке по отношению к своим братьям, сестрам. То есть дети в таком случае тоже могут упрескивать свою агрессию на других, видя, как это происходит, скажем, у них же в семье. Второй немаловажный фактор – это то, что дети видят, как родители их относятся к вещам, к людям, к ситуации какой-то. Немаловажная тема. Вот остановили нас полицейские вечером в семье, родители это обсудили. Вот они такие нехорошие, вот они сделали то или они сделали хорошо. Соответственно, дети впитывают уже негативные или положительные отношения к определенному роду профессий. И в дальнейшем они уже либо сразу резко негативно относятся к этому, либо они относятся к этому хорошо. Нам очень близка тема родительские отношения. Как они влияют на ребенка. Как известно, для маленьких деток семья – это вселенная. Мама и папа образы какие-то, хорошие воплощения, персонажи такие, которые в будущее дают такой посыл, какими должны быть остальные люди в окружении. Поэтому, когда в семье все хорошо, например, как в нашей, мама любит папу, папа любит маму, каждый уважает друг друга. Ребенок с такого маленького возраста уже понимает, как нужно себя вести, как нужно помогать друг другу, как нужно себя вести с мамой, с папой, какие друзья должны быть. Уже даже в таком маленьком возрасте проскакивают слова любви к друзьям. И вот дочки наши уже знают, что им нужен жених такой, как папа. Такие же теплые отношения хотят с друзьями, как в нашей семье. Естественно, я уверена, что и в хорошей семье вырастают не очень хорошие товарищи. Но это уже судьба. Поэтому даже хорошее поведение семьи не на 100% влияет на дальнейшую жизнь ребенка. Но, к счастью, я верю, что наши дети получат хорошие, да, Варвара? Примером являемся именно мы. Часто батьки думают, что если они любят дитину, если они с ней разговаривают, если они что-то ей объясняют, то тем самым они ее выховывают. Но, на самом деле, больше такого виховного процесса, виховного значения має те, как они поводятся. Это дитина в себя выбирает набагато больше, чем слова, которые бы они не были красивые и правильные. Если, например, батьки заброняют дитине биться и рассказывают, как плохо входить садочек, например, дитина, и вихователи обратят внимание, что бьется. И ображают других, и он может стукнуть и щипнуть. Ну, просто бьется. И батьки скажут, ну, не можно так, это же не красиво, это же неправильно. И приходячи додому, батьки между собой могут себе дозволить какие-то некрасивые, неприятные моменты какого-то физического такого насилля. Можут ударить один одного и штовхнути. Тут же кажуть дитині, что биться не можно. То, если у вас в семье такий стиль спілкування, что вы можете один одному какось сделать шкоду физически, если штовхнути или ударить, то будьте, а если вы еще и бьете дитину, это может быть и по попе, это может быть, не знаю, и по голове, как завгодно, шлюпнуть ей. И будьте уверены, что она прийде в детский коллектив, будет так же себя поводить, она так же будет бить своих товарищей, так, как вы спілкуетесь между собой, або, если вы ображаете дитину. Когда мы говорим о том, что батьки являются примером для дитини, то дитина копирует не только негативные примеры, а дитина копирует и позитивные примеры. Когда в семье, например, заведено, что прийшли из работы или просто прийшли домой, батьки седают и спілкуются, они могут рассказать, как прошел день, вспомнить веселые, смешные моменты. Для дитина это означает, что спілкувать, рассказывать про себя, это нормально, это приятно. Вы демонстрируете, что вы один для одного в семье важливый. Так как у нас старший сын уже взрослый, в 13-й год проявляется поведение бунтаря, агрессора, то есть он может негативно, резко негативно воспринимать информацию, которую мы там пытаемся говорить. Причем не важно, она правильная, хорошая, неправильная, просто вот он идет в разрез с мнением родителей, только потому, что у него сейчас такой период, что он пытается как-то самоутвердиться, показать, что он самостоятельный. Важно также в этом периоде давать ему и степень свободы, и степень самостоятельности, но и при этом направить его в русло, чтобы это не стало совсем уже критическим и запредельным поведением. Требует от ребенка чего-то, каких-то качеств, наверное, можно написать список, поставить напротив галочки, какими качествами обладают сами родители. Если родители не обладают этими качествами, то, наверное, надо их сначала в себе выработать, а потом требовать от ребенка. Если мама курит и рассказывает дочке, что это неправильно, то надо сначала бросить курить, а потом рассказывать дочери, что действительно это неправильно. Потому что будет смотреть ребенок на маму, все-таки, если она курит, то, может, это все-таки правильно, и будет повторять то, что делает мама. Для каждого ребенка родитель будет идеальным, потому что дети всегда любят своих родителей и превозносят их как идеал. Родителям мне хотелось бы, в свою очередь, пожелать сил и терпения, показывать больше на своем примере хороших привычек, заниматься спортом, развиваться. Если вы хотите развить в ребенке любовь к учебе, то нужно, наверное, и самим показывать, что вам нравится читать книги, смотреть какие-то интересные познавательные фильмы. Воспитываем в первую очередь себя, и уже сейчас в таком возрасте мы видим, как они пародируют нас, как они пародируют наши отношения. Как они общаются друг с другом, с сестрой, с друзьями, как они любят друзей звать к себе и сделать приятно. Каждый день сюрпризы, каждый день что-то хорошее. Поэтому я считаю, нужно воспитывать в первую очередь себя, уважать ближних своих, мужа, никогда не ругаться при детях, любить их и чтить их мнение, потому что без этого ничего хорошего не получится в будущем наших деток. Субтитры сделал DimaTorzok